Есть два типа лесов. Коренные леса, и в наших условиях это еловые и елово-широколиственные леса, и так называемые вторичные или производные леса. Производные леса – это леса, которые возникают в тех местах, где коренные дрелостои по каким-то причинам были нарушены или даже уничтожены полностью. Это или вырубки, или гарри, или большие ветровалы. И в наших условиях такими производными лесами являются березовые леса, леса, у которых основной лесообразующей породой является береза. У нас здесь два вида березы. Вот то, что я сейчас держу в руке – это береза пушистая, у нее гладкая кора, и эта гладкая кора сохраняется долго. Видите, она не растрескивается продольно. И обратите, пожалуйста, внимание, вот соседний ствол – это береза повислая. И мы здесь видим, что при том же, ну, примерно том же возрасте, на довольно большую высоту у нее идет заметное вертикальное растрескивание коры. Вот так их можно отличить друг от друга по стволам. Береза, почему она образует эти вторичные древостои? Потому что она обладает очень интересным свойством. Она обладает очень высокой семенной продуктивностью, причем это масса семян, это масса очень мелких семян, которые могут разноситься на большие расстояния. Береза не способна прорастать даже под собственным полгом. Если вы приглядитесь, давайте посмотрим, вы видите, что здесь мы видим довольно много разных трав, мы видим довольно много разных других деревьев и кустарников. Но молодых березок прорастающих мы здесь с вами не найдем. Это происходит потому, что береза – это очень светолюбивая порода. И даже при том, что под пологом березы светло, потому что, посмотрите, пожалуйста, кроны березы очень ажурные, очень высокие. Березы еще называются мелколиственной породой. И под полог березы, даже если березняк довольно густой, как здесь, проникает много света. Даже несмотря на то, что сюда проникает много света, молодым березам этого уже недостаточно для того, чтобы возобновляться из семян. Где может прорасти береза? Береза может прорасти только там, где древостой был, как я уже сказала, по каким-то причинам уничтожен. Помимо всего прочего, береза является породой нетребовательной к почвенным условиям, ну, малотребовательной, так скажем. Еще она обладает довольно большой устойчивостью к заморозкам, вообще большой амплитудой, амплитудой толерантности к температурам. И, кстати сказать, в отличие, например, от тех же самых молодых елей или молодых либ, или молодых клёнов, и тем более молодых дубов. Вот. И таким образом она может поселяться на открытом месте, на открытом пространстве, где суточные колебания температуры, сезонные колебания температур очень значительные. Настолько значительные, что коренные породы там вот так вот просто прорасти и закрепиться не в состоянии. Под полок березового леса попадает так много света, что травяной ярус, который формируется в березовом лесу, очень по своему составу напоминает растительность опушек или даже растительность луга. Здесь мы встречаем довольно много разных злаков. Например, таких злаков, которые растут на лугу. Это дактилис гламирата или ежа сборная, это щучка дернистая, а еще здесь очень много видов, которые мы встречаем на опушках. И вероника дубравная, и черноголовка обыкновенная, и гравилат речной, и земляника. Скорее всего, эта земляника мускусная, но она тоже обычно любит расти на опушках или в каких-то таких светлых, осветленных местах. Опушка – это такое место, которое является переходом от открытого места под полок леса. И в этом плане березняк можно рассматривать как такую опушку, существующую не в пространстве, а во времени. Потому что березовые древостои, они длительно не существуют. Дело в том, что время жизни березы по максимуме – это порядка 120 лет. Но благодаря тому, что она растет очень быстро, примерно древесина у нее не очень плотная, она подвержена различным грибным инфекциям. И через годам к 60-ти березняки начинают распадаться. Но за это время под их полок успевают проникнуть, просочиться коренные породы. Молодые березовые древостои очень частые, но с возрастом светолюбивость березы только увеличивается. И поэтому быстро происходит изреживание березового леса, березовых стволов. Вот этому березовому лесу порядка 45 лет. И, как видите, здесь стволы друг от друга находятся на довольно большом расстоянии. Тем не менее, полога и тех условий, которые создаются этим пологом березового леса, даже когда он такой не очень частый, этот микроклимат благоприятен для того, чтобы здесь могли уже возобновляться коренные древесные породы, такие как липа и дуб. Вне березняка, на открытом месте они возобновляться не могут, потому что подвергаются умораживанию или пересвечиванию. А вот этим березам гораздо больше лет. Этим березам лет по 70. Они толстые и высокие. А где же у нас их кроны? А крон их мы не видим, потому что обзор нам полностью перекрывают сомкнувшиеся кроны молодых, выросших под пологом березняка лип. А если мы теперь посмотрим вниз себе под ноги, то, в общем-то, ничего оставшегося от березняка, никаких злаков, ничего от опушки, ничего от луга мы не увидим. А увидим настоящую лесную травяную растительность. Широколистные растения, такие как медуница, зеленчук, живучка ползучая, осока волосистая. Можно только констатировать, что березняк, как сообщество, перестал существовать и уступил свое место широколистенному лесу. Продолжение следует...